Как рождаются звездные проекты, наверное, никто не знает. Фантаст Жюль Верн выстрелил из пушки на Луну еще в 1865 году, и с тех пор не одно поколение мальчишек мечтало бы оплотить эту мечту. Но первым ее достиг наш земляк. Невероятно, но факт. Именно вот здесь, на этих берегах Яузы, начиналась дорога на Луну. Тогда еще подросток Олег Ивановский вместе со своими товарищами частенько приходили сюда, они увлекались радиотехникой, всевозможными поделками. А через 20 лет искусственный спутник Луны, Луна-2, построенный Олегом Генриховичем Ивановским, прилунился на спутнике Земли. В автобиографических справочниках об этом сказано скупо. Олег Генрихович Ивановский, ведущий конструктор первого и второго искусственного спутника Земли, создатель автоматических межпланетных станций, главный конструктор по лунной тематике. Каков же его настоящий масштаб в космической истории? Если мы знаем Гагарина, если мы знаем Королева, то третий человек и должен быть Ивановский. Знаменитая фотография. Ивановский закрывает люк корабля «Восток-1» перед стартом Юрия Гагарина. За жизнеобеспечение первого космонавта Земли отвечал именно он. Но это уже была самая высшая точка взлета выдающегося конструктора. Начиналось-то все с обычного радиокружка в Тайнинской школе. И как многие мальчишки той поры, он мечтал о небе. В 1939 году он поступил в Матищинский аэроклуб. И он пишет, как он вообще поступил, как родилась эта мысль. Он говорит, живя в Тайнинке, постоянно наблюдал, как летали эти самолеты. Но о мечте пришлось забыть на 6 военных лет. Тяжелое ранение, освобождение Украины, Польши, Венгрии, Чехословакии. Парад Победы в июне 1945 года. И только в 1947 году он попадает рядовым техникам в НИИ-88, который возглавил Сергей Королев. Тогда проводились испытания первых баллистических ракет. Работа увлекла. Олег Ивановский быстро рос как специалист. Закончил в два года электротехнический институт. Наверстал упущенное за годы войны. В 50-е годы уже стояли задачи, до того не виданные по сложности. Когда он заканчивает энергетический институт, вот тогда он начинает работать как инженер-конструктор. Вот тогда уже он начинает работать непосредственно над теми проектами, которыми был занят Королев. Вот тут уже мы говорим о звездах. Вот тут мы уже говорим о том, что родился конструктор Ивановский. Вот они. Космические станции Ивановского. Сначала облетевшие, а потом и опустившиеся на поверхность Луны. Луна перестала быть фантастикой. Теперь это поле для большой исследовательской работы. Но давненько на нее не высаживались именно наши корабли. Эти стоят в музеях. А тогда, 13 апреля 1961 года, газета «Правда» была заполнена репортажами с улиц советских городов. Счастливые люди вышли как на самый большой праздник новой победы. И они, безусловно, связаны. Победа 9 мая и победа 12 апреля. Это двойной праздник Олега Генриховича Ивановского. И наш с вами тоже. Сергей Берзин, Андрей Капустин. Информационная программа «День».